Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главные события дня. Почта России в Красноярске не справляется с элементарными задачами. Что происходит? И неужели самая масштабная сеть близка к банкротству? Школа стоит три года. Не ремонт. Куда ее? Все прикрыли. Садик был. Школа была. Все было у нас. Учиться в аварийной школе или ездить на учебу за несколько километров от дома. Начало учебного года в Красноярске останутся закрытыми 8 школ. Сегодня сотрудники ФСБ задержали начальника уголовного розыска Красноярского края Андрея Иванова. Его подозревают в получении взятки от предпринимателей Южного рынка. В деле также два посредника. Подчиненный Иванова, начальник отдела угрозыска Харченко, по данным источников прокуратуры, он признался в передаче более 1 миллиона рублей своему шефу. Второй подозреваемый посредник – бывший сотрудник полиции. Деньги начальнику угрозыска по цепочке платили бизнесмены якобы за общее покровительство и обеспечение правопорядка на Южном рынке. Масштабное коррупционное дело под свой контроль уже взял сегодня прокурор края Роман Тютюник. В полиции сообщают, что полковника Иванова и его подчиненного Харченко отстранили от исполнения обязанностей. При подтверждении вины их обещают уволить из органов. Отмечу, что Андрей Иванов возглавил уголовный розыск в 2018 году. До этого он руководил Центром противодействия экстремизму. Владельца строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, напротив, выпустили из СИЗО суд, изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Ему нельзя общаться ни с кем без согласия следователей. Также он не может пользоваться интернетом и телефоном. Прокуратура приняла во внимание возмещение ущерба по уголовному делу, сотрудничество со следствием, а также возраст и состояние здоровья Егорова. Кроме того, во время дачи показаний бизнесмен сообщил, что к мошенничеству причастны должностные лица. Напомню, гендиректоры «Сибиряка» подозревают в мошенничестве при строительстве школы в Иландском. По данным прокуратуры, после постройки школы Егоров привлек знакомого оценщика, который завысил стоимость учреждения. В итоге администрация Иландского перечислила «Сибиряку» миллиард рублей. Правоохранители оценили ущерб в 391 миллион. Эту сумму Егоров уже выплатил обратно. Примечательно, что в этой же школе учился и бывший губернатор края Александр Ус. После его отставки Егоровой задержали. По делу также проходит дочь Егорова, которая является главным бухгалтером «Сибиряка». И компания «Сибиряк» больше не будет строить дорожную развязку в Дрокино. Такое решение принял в Рио губернатора Михаил Катюков. Накануне он посетил объект и заявил, что строители отстают по срокам. Напомню, дорогу возле Дрокино строят с 2019 года. Развязку должны были сдать к осени 2023-го. Но, по всей видимости, «Сибиряк» не успевает доделать работы вовремя. Добавлю, что стоимость реконструкции дороги составляет почти 2 миллиарда рублей. Количество полос на развязке должны увеличить до 4-х. Существующий разворот будет направлять транспорт только в сторону Дрокино. Въезд и выезд на федеральную трассу станут односторонними. Общая длина новых дорог и путепроводов превысит 10 километров. Однако, когда определят нового подрядчика, пока неизвестно. В Краснодаре застрелили замглавы отдела по мобилизации и экс-командира подлодки Станислава Ржицкого. По данным ТАСС, неизвестный несколько раз выстрелил в Ржицкого, а затем скрылся. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышев, уточнил, что Станислава Ржицкого ранили в спину. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Следователи ищут убийцу. Им предстоит также выяснить и его мотивы. ТАСС сообщает, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки «Краснодар». Ее построили в 2015 году, а в 2017 она ударила ракетами «Калибр» по позициям боевиков Исламского государства, запрещенной в России террористической организацией в районе Пальмиры из Средиземного моря. В Минобороны сообщили, что все цели были поражены и позже субмарину передали Черноморскому флоту. По данным РБК, в 2022 году Минобороны показывало, как с подводной лодки в Черном море запускают ракеты «Калибр» по целям в Украине. Название субмарины тогда не уточнялось. В Ачинске мужчин зарезал женщину прямо на улице. Все случилось накануне вечером. 33-летняя Ачинка выпивала с друзьями во дворе. В какой-то момент из жилого дома вышел пьяный 51-летний мужчина. Его в компании никто не знал. Началась словесная перепалка, и мужчина ударил женщину ножом в грудь и живот. Она скончалась на месте. Один из очевидцев снял видео с места происшествия. Приятели, с которыми погибшая выпивала, скрылись. Подозреваемого в убийстве почти сразу задержали. Он рассказал следователям, что его супруга ушла в магазин. Мужчина вышел ее встретить, потому что во дворе собралась пьющая компания. Погибшая начала возмущаться, что мужчина караулит жену. Между ними и разгорелась ссора, и тогда Ачинец пырнул женщину ножом. Сейчас следователи проверяют эту версию. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Скоро задержанному изберут меру пресечения. Ранее он уже был судим. Почта России в Красноярске не справляется с элементарными задачами. Не оставляет вовремя газеты, письма, судебные извещения, квитанции о квартплате и даже положенные ветеранам выплаты. Во многих поселках отделение и вовсе не работает. Что происходит? И неужели почта, которая пережила князей, царей и генсеков, близка к банкротству? Расскажет Виталий Поляков. Там у них отстой. У меня дочка маленькая работала там. И там вообще отстой. Ну как так можно? Вот так емко и понятно описывает работу Почты России Галина Марковна. Она ветеран труда, родилась в 1939-м, пережила Великую Отечественную. И даже в те времена письма приносили. А теперь любимую газету «Городские новости» последний раз получала в апреле. Уши ругалась и звонила, жаловалась. А ей говорят, устные претензии не принимаем, приходите, пишите. А Галина Марковна из дома выходит разве что в поликлинику. Ноги уже не те, что в молодости. Говорит, к 9 мая ей должны были доставить полторы тысячи, как ребенку войны. Так и те вовремя не принесли. В конце июня, последняя неделя была мне только тогда, принесли деньги. И то принесла уже не наша почта, а вот на парашютке у нас все другая, 121-я. А я и про газеты там писала. По сих пор нет. А деньги мне принесли. Галину Марковну обслуживает 78-е почтовое отделение. Здесь условия, которые унижают и почтальонов, и горожан. Вокруг плесень, в потолках дыры. Дорогостоящее оборудование, которое должно формировать очередь, не работает. Зато на прилавках печенье, детские игрушки, соки, продажа которых по задумке должна была спасти почту от финансовых проблем. Люди сюда сами приходят за тем, что им должны приносить. Квитанции не приходят? Не доносят? Нет, квитанции, кстати, не приходят. За свет и за такого вроде тоже не приходят. Мы сами ходим и получаем сюда. Почему? Что говорят? Не знаю, говорят, некому разносить. Проблемы почты России – это беда не просто очередной частной конторки. Почталин не принесет извещения, и человек может из-за этого проиграть суд. Не придет квитанция, коммунальщики начнут начислять штрафы и неустойки. Не будет писем о штрафе ГИБДД, водителя будет ждать внезапный неприятный разговор с инспектором на дороге. Почта в последнее время, конечно, и не была организацией эталоном. Но в этом году жалоб на ее работу неприлично много. А вы позовите сюда начальника почты. Достали уже. Позовите начальника почты сюда, в социалон кабинета, выкурите ее. Ее или его, мне разницы нет. Выкастануется за кассой, и вы дадите пендию чертову. Сейчас в Красноярском крае 495 почтовых отделений. 140 из них временно не работают. А за последние 6 лет в регионе закрылось 150 отделений. Нынешние проблемы в Почте России связывают с летним сезоном, а вовсе не с профнепригодностью менеджмента. Сейчас почтовые отделения Красноярского края на 83% укомплектованы почтальонами и операторами. Однако многие сотрудники традиционно предпочитают проводить летние месяцы на дачах, а осенью возобновляют работу в компании. На лето также приходится пик отпусков. Небольшой отток персонала может быть вызван тем, что за последние несколько лет в крае снизился объем почты, а значит, уменьшилась нагрузка на почтальонов. Поэтому сейчас мы приводим штатное расписание отделений в соответствии с фактической занятостью сотрудников. Краевой парламент недавно разбирался в причинах неудовлетворительной работы почты и пришел к иным выводам. Депутаты считают, что одна из главных причин нехватки почтальонов – низкая зарплата. 18 тысяч рублей в месяц на одну ставку – это еще хорошо. Бывает, что при неполной занятости работники получают и по 3 тысячи. Здесь необходим механизм такой, чтобы в нашем Красноярске почта работала хорошо, люди получали также и достойную зарплату, меры стимулирования на уровне государства. И поэтому, когда у нас проходило заседание комитета, мы сейчас вырабатываем такой пакет предложений в адрес федеральных структур, чтобы все-таки Почта России была поддержана. В прошлом году Почта России допустила убытков на 27 миллиардов рублей впервые с 2014-го. Не помогают ни печенье на полках, ни соседство с Почтобанком. Первые упоминания о почте в нашей стране датируются X веком. Но, кажется, более чем за тысячу лет она переживает самые сложные времена. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК. Сотрудники фонда капремонта протестуют против назначения нового начальника. Им может стать экс-глава краевого ФСИН Андрей Попета. Сотрудники считают, что кандидата им навязывают силой. На официальном сайте фонда капремонта появилось открытое письмо к временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Катюкову. Нам в одностороннем и безапелляционном порядке было спущено устное распоряжение о назначении Попеты Андрея Леонидовича на эту должность, вопреки всем требованиям ЖК РФ, согласно которым отборный руководителя осуществляется на конкурсной основе. Мы не хотим в очередной раз стать заложниками чужих интересов, интересов лиц, которые приходят со стороны. И, несмотря на большой опыт руководства, другими структурами имеют очень скромное представление о специфике деятельности фонда. Сейчас у фонда капремонта нет постоянного начальника. Обязанности главы исполняет Екатерина Терещенко. Сотрудники называют ее опытным руководителем, который обеспечивает необходимую стабильность. Добавлю, что прошлого главу фонда капремонта Михаила Попелышева задержали месяц назад. Сейчас он в СИЗО. В СИЗО Попелышева подозревают в получении взятки на сумму 5 миллионов рублей. Далее прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий и посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь и помните ТВК не только ТВ. Учиться в аварийной школе или ездить на учебу за несколько километров от дома. К началу учебного года в Красноярске останутся закрытыми 8 школ. Пока одни здания ремонтируют, детей переводят в другие образовательные учреждения. Они зачастую переполнены. При этом в городе немало школ, которые находятся в аварийном состоянии, но продолжают работать. Где же учиться красноярским детям, выясняла Анастасия Бирюкова. Ну что это безобразие? Школа стоит 3 года, не ремонта. Куда ее? Все прикрыли. Садик был, школа была. Все было у нас. Несколько поколений успела выпуститься из школы номер 70 на аэровокзальной. Там же учился и сын Людмилы Ивановны. Женщина надеялась, что ее внуки пойдут в 70-ю школу. Она рядом с домом и подсостав хороший. Однако еще в 2020-м здание признали аварийным. С того момента школа закрыта, но к ремонту там до сих пор не приступили. Ученики 70-й школы ходят в 66-ю на партизана-железняка. Та, в свою очередь, хоть и находится недалеко, но уже переполнена. Однако других вариантов у детей нет. Жители района говорят, школу перед тем, как закрыть, подлатали. Даже окна пластиковые вставили. Но почему учебное заведение все еще простаивает, непонятно. Мои внучата сейчас должны здесь жить и школу. Знаете, как обидно? Я иду зимой в поликлинику, а мальчик бежит и плачет. Холодно. Там спортзал есть очень хороший внутри. Дети занимались спортом, школу, все учителя. А куда дети будут ходить? В Покровку, в 66-ю ходят. В Покровке с учебными заведениями тоже все не слава богу. Недавно там закрыли аварийную школу номер 51. Но денег на ее ремонт пока что нет. С началом учебного года детям придется ходить в комплекс Покровский. Он находится в 20-30 минутах от дома. А автобусы ходят так, что проще дойти пешком. Да и в целом со школами в Покровке беда. В микрорайоне много семей с детьми. Однако на всех учеников всего три школы. До начала учебного года остается меньше двух месяцев. И родители школьников из 51-й беспокоятся за детей. Когда на этом месте отремонтируют либо эту школу, либо возведут в дом? Нам нужен автобус и срочно для детей. Помогите нам, пожалуйста. В этом сезоне в Красноярске закрыли на ремонт два образовательных учреждения. Всего же остаются закрытыми уже 14 аварийных школ города. Но работы ведутся только в восьми из них. И когда заработают другие шесть, остается загадкой. Но даже это далеко не полный список школ, которым требуется ремонт. Это школа номер 55. Родители неоднократно жаловались на ее аварийное состояние. По их словам, в школе сыплется крыша и обваливается штукатурка. Да и вид снаружи говорит сам за себя. Однако эту школу, как и многие подобные, в ближайшее время ремонтировать не планируют. Ее даже нет в списке учебных заведений, в которых сделают капитальный ремонт в период с 2024 по 2025 год. Почему 55-ю школу обошли стороной, родители понять не могут. Красноярских школ, которые нуждаются в ремонте, достаточно. Некоторым из них уже более 50 лет. Однако учебные заведения закрывают только тогда, когда это посчитает нужным мэрия. А ремонт может длиться до полутора лет, говорят в управлении образования. В ходе эксплуатации зданий ведется постоянное наблюдение за конструкциями каждого образовательного учреждения. В случае, если состояние ключевых для зданий, несущих конструкции, перекрытия, фундаменты, кровли, начинают у нас вызывать опасения, приглашается специализированная организация, которая проводит обследование. И по итогам заключения этой организации принимается решение. Либо здание возможно в дальнейшем эксплуатировать, либо оно должно быть в самые ближайшие сроки закрыто. Однако, даже если аварийную школу закрывают на ремонт, не факт, что она скоро откроется. Чтобы начать работы, нужны деньги, а их, как всегда, не хватает. Но и не аварийных, безопасных школ в городе недостаточно. Прокуратура даже подала в суд на мэрию Красноярска из-за нехватки образовательных учреждений. А тем временем красноярцы недоумевают. Неужели перед тем, как выдать разрешение на строительство очередных высоток, нельзя сразу спроектировать там школу и детский сад? Анастасия Бирюкова, Анастасия Масленникова, Илья Сергеенко. Новости ТВК. Красноярцы жалуются на забастовку дворников. По их словам, десятки домов в Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах зарастают мусором. Жители считают, что дворники не выходят на смены, потому что им не платят зарплату. Сегодня же по этому поводу, после жалоб жителей, глава Краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев заявил, что это незаконно и дворники должны работать каждый день. В управляющей компании ЖСК, в свою очередь, сказали, что конфликтная ситуация сложилась, потому что ЖСК наложила штрафы на подрядную организацию, в штате которой дворники и состоят за некачественное выполнение работ. Поэтому этот самый подрядчик и не смог рассчитаться с дворниками. Но сейчас, заявляют ЖСК, они урегулировали все вопросы, а жителям пообещали сделать перерасчет. Не все документы подрядной организации предоставили вовремя. И поэтому у нас получилась сдвижка по графику оплаты по договорам. Но на сегодняшний день, с прошлой недели, мы уже вошли в норму. И все оплаты подрядчикам осуществляются согласно графиков, согласно договоров. ТВК связались с подрядной организацией. Там подтвердили, что конфликт решен, а дворники уже вышли на уборку придомовых территорий, согласно графику. Больше половины мороженого, произведенного в Енисейской Сибири, состоит из заменителей молочных жиров. А шубы по всей стране подорожали на 30%. Подробнее об этом и не только прямо сейчас в рубрике «Новости коротко». Более половины мороженого, которое производят в Красноярском крае, Хакасии и Туве, состоит из заменителей молочных жиров. Об этом сообщили в Красноярск-стате. По словам специалистов, такой продукт содержит в себе растительные масла, а значит, хранится он дольше. К тому же использование заменителей значительно удешевляет товар. Также статистики сообщили, что 40% мороженого приходится на пломбир. 4% производят из сливок и всего один из молока. Семейство снежного барса заметили ученые в Саяно-Шушенском заповеднике. Научные сотрудники встретили самку и трех котят, родившихся в прошлом году. Снежные барсы или ирбисы – скрытные и осторожные животные. Они обитают высоко в горах, в укромных местах, куда трудно добраться. Даже зная характер передвижения животного, зоологам редко удается их встретить. Разглядеть ирбисов на фоне серых скал и камней чрезвычайно трудно. Эти животные занесены в Красную книгу. На сегодняшний день численность барсов в России составляет не более 90 особей. В России шубы подорожали почти на 30%. Об этом пишут известия. Так, в марте этого года средняя стоимость одного изделия находилась на минимальном уровне и составляла 46 тысяч рублей. Однако уже в июне цена поднялась до 60 тысяч. За несколько месяцев изменились не только средние цены меховых изделий, но и вкусовые предпочтения россиян. Особой популярностью стали пользоваться шубы из овчины и енота. Объемы их продаж увеличились на 21 и 31%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогулка голышом, море во дворе, доллар по 90. Что смотрели и обсуждали красноярцы в соцсетях ТВК. Об этом расскажет интернет-редакция ТВК в рубрике «Слово админу». Всем привет! С вами Анастасия Харужа. И сейчас мы заглянем в социальные сети ТВК и посмотрим самое популярное за неделю. Начнем с топа новостей на сайте tvknews.ru. Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года. Стоит ли бежать в пункт обмена, если вы собираетесь в отпуск? Эксперты советуют менять валюту частями, чтобы курс не так сильно ощущался. На дорогах Красноярского края появились новые камеры фиксации аварий. 11 новых видеокомплексов уже установили. Переходите на сайт ТВК-ньюс, смотрите, где расположены камеры и не превышайте скорость. Листериоз выявили у беременной женщины в Красноярском крае. Заболевшей оказалась жительница Канска. В ее частном доме периодически находили грызунов. Закройте глаза и представьте, что вы на море. Так жители Черемушек стараются подбадривать себя и соседей после каждого дождя. Справиться можно только с юмором, иначе никак. С детского аттракциона вылетела кабинка. Все произошло в подмосковном Орехово-Зуево, но новая фобия, кажется, появилась у всех. Пострадали две 15-летние девочки. Их госпитализировали. Известно, что аттракцион назывался «Веселые горки». Не такие уж и веселые, как оказалось. В России, как известно, две беды. И самое страшное, когда они объединяются. Такую картину недавно увидели в кампусе СФУ. Нива съехала с горы. Нива какое красивое. Там свечки такие. Опа. *** тебе прикол. А что там? ***. Голый мужчина разгуливал по улице Щерса. Он общался с прохожими и ругался матом. В соцсетях предположили, что мужчина просто кому-то проспорил. ***. Трэш. И напоследок. Если вам вдруг станет жарко на неделе, учитесь у бенгальского тигра Хана из Роева ручья. Он точно знает, как охлаждаться в жару. Это был обзор всего самого популярного в социальных сетях ТВК за неделю. Сканируйте QR-код, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. А если хотите узнавать новости самыми первыми, заходите в наш телеграм-канал ТВК Нью. И помните, ТВК – это не только ТВ. Изменения в маркировке органических продуктов, генеральная уборка сахалина и новые приложения по фудшерингу. Подробнее об этих темах в новом выпуске «Эко-новостей». Всем привет! Вы смотрите «Эко-новости» на ТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Маркировки «эко», «био» и «зеленый» могут приравнять к органической продукции. Такую идею одобрило правительство. Это значит, что производители товаров с перечисленными маркировками должны будут подтверждать, что их продукты произведены в соответствии с законом об органической продукции. Дело в том, поясняют эксперты, что сейчас на полках часто можно встретить товары с маркировками «эко», «био» и другими похожими. Однако зачастую они не относятся к сертифицированным товарам и вводят в заблуждение покупателей. Сейчас это намерены исправить. Напомню, с 2020 года в России действует закон, по которому производители имеют право размещать на своих продуктах надписи «органические», только в случае, если у них есть сертификат о соответствии. Этот документ подтверждает, что при производстве продукта учитывали национальные и международные стандарты по производству органической продукции. До конца 2024 года со дна моря на Сахалине планируют поднять более 50 затонувших кораблей. Планы генеральной уборки острова власти обсудили на прошлой неделе. Сейчас берега Сахалина уже чиселят 7 затонувших судов. Еще от 19 планируют избавиться до конца лета. Работы ведутся вблизи Северокурильска, а также сел Озерское и Зырянское. Всего до конца 2024 в Сахалинской области планируют поднять 52 затонувших судна. Глава региона Валерий Лимаренко считает, что утилизация затонувших кораблей это не только вопрос экологии, но и важный этап модернизации портового хозяйства. Так, по его словам, в первую очередь специалисты поднимают объекты, которые мешают судоходству или портят внешний вид. А потом уже все остальные. В Северокурильском районе подрядчики уже ведут крупноблочную резку судна «Доларик». Оно находится на берегу. Вместе с этим закрепляют тросы на корабле «Способный». В июле активные работы начнутся в Корсаковском районе. В России появилось бесплатное приложение по фудшерингу. С помощью него можно отдавать продукты, срок годности которых еще не истек, но они по каким-то причинам вам уже не понадобятся. На новый сервис обратило внимание издание «Ресайкл». Приложение называется «Еда дома». Объявления там публикуют в специальном каталоге. Информация о продуктах, которые готовы отдать, отображается на карте России. Чтобы посмотреть объявление в конкретном городе, его необходимо выбрать в фильтрах. Если нужного города нет в списке, значит в нем пока нет объявлений. Отдавать можно неиспользуемые полуфабрикаты, бакалею, заморозку и любые другие товары, срок годности которых еще не истек. По статистике, ежегодно треть продуктов во всем мире отправляется в мусорное ведро. И для того, чтобы сохранить часть неиспорченных товаров, в каждом крупном российском городе есть своя группа фудшеринга, где можно как поделиться своей едой, так и забрать ее у других участников. Некоторые группы распространяют продовольствие среди своих подписчиков, а некоторые сотрудничают со специальными организациями. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 3 по 9 июля оказались Кировский и Ленинский, а самыми чистыми стали Октябрьские и Центральные районы. На этом все. Вы смотрели ЭК-Новости на ТВК. Увидимся в эфире. ЭК-Новости на ТВК. Здравствуйте. Это вопросы доктору. Я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня я отвечаю на вопросы про атеросклероз. А осложнение атеросклероза лечат врачи моей специальности – реаниматологи. Сонные артерии забиты холестериновыми бляшками. Врачи говорят, что нужно наблюдать, но до каких пор можно не предпринимать каких-то действий. Действительно, одно из проявлений атеросклероза, и, пожалуй, главное проявление атеросклероза – это отложение холестерина в сосудах под стенкой интимы. Так вот, эти бляшки или холестеромы, они могут сужать просвет сосуда и нарушать кровоток в разных органах. Если этот кровоток нарушается критично, и органам начинает не хватать крови и кислорода, соответственно, то могут развиваться ишемические нарушения. В мозге это инсульт, в сердце, если это коронарные сосуды, то инфаркт, проблемы с почками, проблемы с кишечником, не дай бог, или частая ситуация у курящих людей – это проблемы с нижними конечностями. В данном случае мы говорим о бляшках в сонных артериях, и это, безусловно, риск развития острого нарушения мозгового кровообращения. Считается, что если просвет сосуда сужен меньше, чем на 50%, это гемодинамически незначимо, и ничего делать не нужно, стоит просто соблюдать здоровый образ жизни. А вот если больше 50%, то есть разные способы восстановления кровотока от стентирования, то есть введения внутрисосуда различных металлических сетчатых каркасов, которые раздвигают и увеличивают просвет сосуда, до операции по удалению этих бляшек, либо по протезированию, по вырезанию пораженного участка артерии и протезированию этого участка каким-то другим сосудом, искусственным или собственным. В любом случае, действительно, наблюдаться у врача стоит, и следить за тем, как растет эта бляшка, вовремя предпринять какие-то действия. Почему появляются холестериновые бляшки? Неправильное соотношение между липопродаидами высокой плотности и низкой плотности приводит к тому, что избыток холестерина может выпадать в виде таких бляшек в стенках сосуда. В интернете вы можете найти огромное количество никем не подтвержденных способов очищения сосудов от атеросклероза. Еще один частый миф. У алкоголиков не бывает атеросклероза, потому что алкоголь растворяет жир. Однако наши патологоанатомы не поддерживают эту историю, потому что у очень сильно пьющих трупов тоже бывает атеросклероз, к сожалению. Как бороться с холестериновыми бляшками? Как с этим бороться до конца непонятно. Но, однако, существуют препараты, которые снижают уровень холестерина. Это статины. Мы рекомендуем отказаться от жареного, от животных и твердых жиров, потому что твердые растительные жиры, вроде кокосового масла, тоже вредны. И стараться соблюдать большую активность, избавиться от лишнего веса, включить в свой рацион питание рыбу не меньше трех раз в неделю, есть больше овощей, фруктов. Ну вот все то, о чем мы постоянно говорим и называем это здоровым образом жизни. Свои вопросы доктору Хиновкеру можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в вайбер и ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. И далее в эфире информация о погоде и короткая реклама. После мы вернемся и вместе со зрителями поговорим о проблемах почтовых отделений. Ваше мнение и истории выслушаем буквально через несколько минут. Звонки принимаем по этому же номеру 200-00-65. Редактор субтитров А.Семкин